Хе-хе! Я рад видеть вас, друзья! Это рубрика «Слова-ловушки». С вами я, Филя. Не переключайтесь, если хотите знать больше о русском языке. Я вчера решил со Степашкой поделиться одной новостью. А он слушать не стал. Перебил меня. Сказал, что эта новость совсем не новость. И существует со времён царя Гороха. И при чём тут царь Горох? Давайте разберёмся. Выражение со времён царя Гороха означает, что с очень давних пор, примерно до 15 века, Горох был обычным мужским именем. Есть несколько версий того, существовал ли правитель с таким именем. Или это легенда. Первая легенда появилась благодаря русским народным сказкам, в которых царь Горох жил в прекрасной стране с женой Анастасией. И было у них три сына. Кстати, эта версия подарила нам ещё одно выражение. Шут Гороховый. При царе должен быть шут. А если у царя имя Горох, то и шут какой? Гороховый. Правильно. Есть и историческая версия. Так, сейчас мы её найдём. Вот. Действительно было государство, где вполне мог править царь Горох. А ещё это выражение связано с блюдом. Горох в наших широтах произрастал достаточно активно. И не требовал особых усилий по выращиванию. И был одним из основных растений, которое использовалось в пищу. Да. Вот такая история у выражения со времён царя Гороха. Теперь я буду делиться со Степашкой только свежими новостями. А сейчас пора прощаться. До новых встреч, ребята.